Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это радио Финам-ФМ 99,6. Код в студии 651099,6. А код Москвы 495. Это программа «Револьвер». Меня зовут Александр, фамилия Хчиян. Я главный редактор газеты «Родительский вестник», ведущий программы. И мои гости в студии сегодня. Это Владимир Махвотов, профессор, доктор медицинских наук. Илья Сидоров, руководитель сети спортивных клубов для детей «Европейский гимнастический центр». И Дмитрий Апыхтин, первый занеситель художественного руководителя Московского детского музыкального театра под руководством Геннадия Саныча Чихачева. И мы сегодня будем говорить о проблемах, которые касаются наших детей, об их развитии, о спорте, о здоровье, о театре. И ждем ваши вопросы в студию. Еще раз повторю номер телефона 6510996 и код города Москвы 495. В самом начале я хотел бы сказать вот о чем. То, что еще до рождения ребенка многие родители думают о спортивном воспитании будущего чада и строим планы на будущее. Кто-то мечтает вырастить звезду хоккея, кто-то рассуждает о материальном благополучии ребенка, если тот станет заниматься большим теннисом и так далее. При этом эмоции, а нередко и родительский эгоизм заслоняют логику физического воспитания ребенка. И в каждом виде спорта для детей существует определенный оптимальный возраст, когда можно начинать занятия выбранным видом спорта. Но при всем при этом, когда рождается ребенок, есть определенные виды спорта, которыми можно начинать заниматься с самого рождения. И не просто нужно начинать, а просто необходимо. Здесь вопрос к Илье Сидорову о том, с чего начинать, с каких видов спорта, что это дает, вот как быть после рождения ребенка. Прошу вас, Илья. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Александр и гости. Физическим развитием ребенка действительно необходимо заниматься с самого рождения. И более-менее, скажем так, осмысленное занятие спортом можно начинать с того момента, когда ребенок твердо встает на ноги. Добрый вечер. улучшить гибкость, развитие мышцы. И в перспективе она сможет послужить хорошей технической базой для дальнейших профессиональных занятий спортом. Почему важно заниматься спортом с малых лет? И, скажем, мы так определяем этот возраст где-то на уровне полутора лет. Тот возраст, с которым можно начинать заниматься гимнастикой, используя соответствующее оборудование. Потому что в этом возрасте формируется так называемый физический интеллект ребенка. И развитие мозга, оно непосредственно связано с развитием двигательных навыков и координацией ребенка. И, соответственно, чем координированнее ребенок, чем увереннее он владеет своим телом, тем лучше развивается и его мозг, его интеллект и также его внутренние органы. Илья, простите, а такой вопрос, он связан с травматизмом. Полтора года, вот вы говорите полтора года, а как обеспечить при этом, ну, скажем, минимизировать травмы, которые могут, которые сопутствуют, так сказать, гимнастика, она, в общем-то, это же травматичный вид спорта. Гимнастика, травматичный вид спорта, это, скажем так, стереотипное такое, может быть, мнение. Которое в основном, ну, или отчасти оно, наверное, соответствует профессиональным занятиям гимнастики, спортивной или художественной, да. Там, где занятия, скажем так, проходят на пределе сил и возможностей человека. Я правильно понимаю, речь идет больше, может быть, даже не о гимнастике, об общефизическом развитии. Ну, безусловно, это можно широко назвать общефизической подготовкой, да, но тут важно, что, скажем так, чем это наполняется, да, и как проходят эти занятия, насколько они качественны, на каком оборудовании они проходят, как они выстроены. А скажите, пожалуйста, если мы, если у родителей нет возможности везти, отвезти ребенка в секцию, в спортивное занятие, вот дома, а можно заниматься этим домом, чтобы вы дома, чтобы здесь вы советовали, рекомендовали? Ну, дома, конечно, какие-то упражнения можно делать и дома, то есть можно поставить шведскую стенку. Илья, по-моему, здесь вот как раз к шведской стенке у нас звонок в студию, звонит нам Ольга, и давайте послушаем вопрос Ольги. Ольга, прошу вас, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы рассказать в своей жизни такую ситуацию и попросила бы экспертов ее прокомментировать. У меня двое детей, один ребенок уже подросток, и другой ребенок ему два годика. Так вот, с первым ребенком я по молодости лет экспериментировала и делала в возрасте двух с половиной месяцев, я начала делать с ним гимнастику, такую, направленную на укрепление мышц, суставов. В общем, эту гимнастику я посмотрела по телевизору, делали ее вроде бы как тогда специалисты, и я ее повторяла со своим ребенком. Там нужно было поднимать за ручки, за ножки, попеременно переворачивать по-всякому тело ребенка, потом подкидывать там... Замечательно. А вопрос, Ольга, и вот, да. А вопрос вот в чем. Со вторым ребенком я попыталась сделать такую гимнастику и учудила своему ребенку под вывих плечевого сустава. А вот насколько гимнастика такого плана такая оздоровительная, она опасна, безопасна, и вообще нужно ли детям грудного возраста делать такие всякие упражнения? Илья, что вы скажете? Я, конечно, рискованно делать какие-то упражнения с ребенком, но тем более сложного технического характера, основываясь на просмотре видео, да, потому что очень много тонкостей есть, и деталей, которые важны при этом, да, как взять руку, как, например, там, при выполнении какого-то элемента, там, сделать упор, там, на что, как развернуть ладонь, там, и так далее. И если это сделано неправильно, то действительно это может вести к каким-то травмам, там, к вывихам или, там, к растяжениям. Ну, то есть, в любом случае, в любом случае, вы считаете, что нужен, необходим тренер, необходим наставник, и необходимо все это делать под присмотром специалиста, присутствия специалиста? Пожалуй, да, пожалуй, да, конечно. Если у родителей нет каких-то навыков, вот, таких тренеров. Ну, а скажем, плавание, если взять плавание, допустим, плавание, фактически, можно и буквально с рождения уже, да, вот, заниматься плаванием. Собственно, это и закаливание, и вот относительно плавания, что вы здесь скажете? Плавание – это замечательный вид спорта, да, там, конечно, он, им действительно можно заниматься, да, с еще более раннего возраста, вот, при заблюдении определенной методики. Единственное, что, наверное, не так много у нас бассейнов, где можно заниматься с детьми такого возраста, да, обычно там. Вот такой вот вопрос. Иногда родители опасаются хлорированной воды, и вот, Владимир, вам вопрос, как к специалисту в области зрения, в тальмологии. Как вы считаете, вода и плавание, детское зрение, как-то есть какая-то связь, и нужно, чего нужно опасаться родителям, отдавая ребенка на плавание? Добрый вечер, уважаемые слушатели. Ну, в данном вопросе, в общем-то, я думаю, что нечего опасаться родителям, потому что туда, куда они отдают детей из на плавание, там есть медработники, которые следят за состоянием воды и следят за качеством воды, которая находится в бассейне. То есть, на сегодняшний день, как бы, существуют нормативы санэпиднадзора, которые расписаны и придерживаются во всех оздоровительных учреждениях и спортивных по методикам хлорирования и по содержанию хлора. А насколько хлорка может влиять на, вызывать аллергические реакции? Ну, бывают случаи аллергии на любые медикаменты и химические препараты, но большинство, как бы, посетителей бассейна, это больше раздражающий эффект, который возникает на слизистой оболочке глаза в связи с прямым контактом с водой. Поэтому рекомендуется использовать защитные плавательные очки. Спасибо. Илья, если вернуться вот к спорту, хотелось бы вот о чем спросить. Есть виды спорта, которые формируют командный дух? Да, это такие виды, как баскетбол, как футбол, хоккей. И такие виды, как гимнастика, индивидуальные виды спорта, плавание, опять же. Вот, в принципе, чем, чем вот вы считаете, чем все-таки вот плавание, гимнастика, да, с этого мы начали, начали этим заниматься. Дальше мы видим, если видим некое развитие склонности ребенка, развиваем дальше. Если нет, то куда вот, как вы считаете, вот мальчику куда, куда вести мальчика? Потому что популярны восточные единоборства, но только ли они, да? Нет, конечно. Но надо вести туда, где ему будет интересно, да. Главное, чтобы ребенок просто занимался спортом. Все виды спорта по-своему замечательные. И кому-то ближе командные соревнования и занятия, кому-то интереснее заниматься единоборствами. Ну, тут нужно присмотреться, прислушаться к ребенку и понять, что ему интересно, чтобы он этим увлекся. Вот, чтобы это не было какой-то обязанностью. И вот, я считаю очень важным ребенку с малых лет привить какую-то любовь к спорту, да, чтобы он понимал, что это, ну, что это радость, да, и удовольствие, и что это здорово. Не, как бы не воспринимал это как некую там тяжелую обязанность, там, что это, чтобы ему хотелось заниматься спортом. А каким это? Много очень интересных видов спорта, много новых появляется, да. Тут, в общем-то, большой выбор есть. А, и такой вопрос, а какова роль семьи? Ну, семьи о чем идет речь? Вот, просто привезти ребенка в секцию, оставить, забрать через час или полтора. И как-то мы с вами говорили, вы говорили о неком таком семейном, что ли, о семейных формах занятия спортом. Здесь, вот, могли бы рассказать чуть больше? Семейный, да, мы называем семейный тимбилдинг, да, исходя из того, что семья – это такая, скажем, некая малая корпорация, да, где существует, значит, разделение обязанностей, да, существуют какие-то роли у каждого. Илья, я прошу прощения, мы сейчас вынуждены должны уйти на рекламную паузу, и после паузы мы сразу же продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это радио «Финам», «Финам-ФМ», мы на волне 99,6, программа «Револьвер». В студии я, Александр Хачьян, ее ведущий, и наши гости Владимир Махпутов, доктор медицинских наук, профессор Илья Сидоров. Это сеть спортивных клубов «Европейский иммуностический центр» и Дмитрий Апыхтин, первый заместитель художественного руководителя театра под руководством Геннадия Чехачева. И номер в студии 651099,6 и код города Москвы 495. Звоните, задавайте ваши вопросы. Мы сейчас продолжим, значит, начатый разговор, и сейчас продолжим о семейном тимбилдинге. Прошу вас, Илья. Да, спасибо. Здорово, когда мама, папа и дети вместе занимаются спортом. Это действительно сплачивает, это позволяет посмеяться друг на другом по-хорошему, это позволяет вместе преодолевать какие-то сложности, делать усилия совместные. И это, скажем так, устраняет какие-то надуманные претензии к друг другу, какие-то там, может быть, обиды, которые могут появляться в процессе повседневной жизни. Вот, это действительно здорово. У нас есть, на наших глазах занимается много семей, как бы мы это видим, это реально помогает. Вот чем заниматься? Заниматься можно, опять же, разными видами спорта. Илья, у нас звонок в студию, я опять вынужден вас попросить. Ася, Ася, прошу вас. Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, я вот внимательно слушаю ваш разговор, вы говорите о том, что надо детей к спорту приобщать, что можно много с чем заниматься, но я вот мама 11-летнего сына, и мы столкнулись с такой проблемой, что я привела своего ребенка в секцию по футболу, он хочет играть в футбол, а нас не берут, говорят, уже взрослые. Как быть в такой ситуации? Илья, вопрос к вам, как быть? Да, да, есть такая проблема, потому что секции, скажем так, спортивные школы, дюшер или секции такого традиционного формата, они действительно не берут детей определенного возраста для того, чтобы в перспективе из них сделать спортсменов. И есть такая проблема, да, в стране, что мало мест, куда ребенок там, ну, в любом возрасте, да, не знаю, там 10-15 лет может прийти и начать заниматься тем, чем ему хочется. Поэтому, ну, вот, не в качестве рекламы там, но вот в наших клубах мы как раз таких детей принимаем с удовольствием, они занимаются, втягиваются, там, к Олимпиаде не подготовим, но удовольствие гарантируем и здоровье тоже. Илья, скажите, пожалуйста, спасибо, скажите, вот в продолжении, собственно, вашего ответа на вопрос Аси, нашего радиослушателя, какие, какие, вот как бы вы охарактеризовали детский, не охарактеризовали, а что бы вы назвали, какие проблемные точки существуют в детском спорте сегодня? Ну, например, достаточно ли количество коробок, вот сейчас у нас на носу зима уже коробок для игры в хоккей, достаточно ли у нас площадок для занятий спортом, ну, это вот одно, да, из, второе, это, опять же, тренерский состав, да, возможно, вот какие, какие вопросы и с чем нужно работать, скажем так, с соответствующим образом. Вопросы к министру спорта. Ну, давайте, давайте. Я, наверное, не настолько сведущий, я как-то больше погружен в наши, там, вопросы деятельности нашей, наших клубов, и, ну, я думаю, что должно быть больше спорта, конечно, больше спорта такого массового, да, то есть, куда ребенок действительно в любом возрасте может прийти и заняться каким-то видом, который ему нравится. Соревнования, как часто они проводятся, как много, ну, в советское время, вот мы помним, да, золотая шайба, кожаный мяч. Ну, потому что был, спорт базировался на, на, на дворах, на, во дворах, да, как бы сейчас просто это с трудом реализуемо, как бы не каждый родитель отпускает своего ребенка просто одного, там, да, во двор, а уж, там, там, раньше, как бы, да, наверное, какой-то должен, какая-то база спорта, вот как там в Америке, например, спорт базируется, там, в школах, в университетах, да, и он, как бы оттуда растет, и оттуда, там вырастают спортсмены, как бы, у нас сейчас непонятно, вот, как бы, где вот эта массовая база спорта. Но при всем при этом я не могу не отметить то, что вот вижу достаточно много объявлений о том, что сейчас как раз вот сентябрь, октябрь, призывы к родителям записать в спортивную секцию, причем огромное количество секций не требует каких-либо там материальных оплат, то есть нужно просто зайти на сайт госуслуг, если это Москва, то в Москве, и, собственно говоря, записать ребенка в секцию. — Что является вот каким-то сдерживающим таким фактором, почему секции, скажем так, ну, если так можно выразиться, не заполнены, что ли? Почему, с одной стороны? — Ну, я не знаю, заполнены или нет. Я думаю, что люди записываются, приходят, занимаются. Может быть, не для всех возрастов, вот как Ася говорила, да, там, 5-6 лет, наверное, возможно, есть большой выбор занятий спортом, большой выбор секции, а вот дети постарше, которым тоже нужно заниматься, да, и которые, ну, там, понятно, что спортсменами становятся единицы, профессиональными, да, но спортом-то надо всем заниматься. — Ну, я думаю, я вот думаю, что если, опять же, если вернуться к примеру, так сказать, вот ситуации, к ситуации с малышом у Васи, 11-летним, да, когда в секцию футбола не приняли, наверное, это нельзя считать какой-то трагедией, драмой, а просто в 11 лет можно выбрать другую секцию, да, и, собственно говоря, если проявить настойчивость, если уж очень большое желание заниматься футболом, то наверняка, скажем, настойчивость, она откроет не только двери в спортивный зал, ну, и с такой настойчивостью можно будет и пробивать голы ворота, да, противника, скажем так. — Наверняка, да. — Тем более, что вот Пеле, если брать Пеле, то он начал в 16 лет занятие футболом, в итоге это золотой фонд мирового футбола, и таких случаев достаточно много, поэтому... — Сейчас это трудно представить уже в современном спорте. — Ну, почему? — С 16 лет начать заниматься футболом и добиться таких результатов? — Нет, ну почему? Здесь, собственно говоря, все лежит в плоскости, скажем так, физкультуры и спорта, если мы говорим о физкультуре, о спорте, спорт высших достижений, это все-таки это некие самородки, это таланты, такие же, как, наверное, в математике, которые, собственно говоря, да, рождаются тоже не каждый день. — Плюс по пять часов тренировок в день. — Да, это труд, это большой труд, и здесь хотелось бы еще тоже вот подчеркнуть, обратить внимание на то, что родители, что спорт, детский спорт, это не просто, если мы хотим и ждем результатов у наших детей, то фактически это еще и работа для самого родителя, да, это возить, водить, контролировать, потому как занятия спортом, особенно поначалу, это простуды, это восстановление, ну, много всего, вот, но при этом нельзя, здесь самое важное, пожалуй, то, что формирует спорт, это не только, наверное, закаливание, здоровье, наверное, все-таки характер, наверное, все-таки это характер, то, что формирует спорт в детях, и, собственно, это и отражается на, на, и на самой жизни, и в дальнейшем, и на учебе, и в жизни. Сейчас, сейчас, вот, давайте перейдем от спорта к здоровью, и хотелось бы, хотелось бы поговорить вот о чем. Пользуясь случаем тем, что у нас сегодня в гостях в студии доктор медицинских наук, профессор Владимир Махмутов, хотелось бы задать несколько вопросов относительно зрения, так как не секрет, что большинство проблем со зрением закладываются еще в детском возрасте, а сегодня, когда у нас высокие технологии, компьютеры, гаджеты, все это вокруг, мы говорим о переходе на электронные учебники, все это, естественно, отражается на зрении детей, и как вот, ну, слово противостоять, наверное, было бы неверным, так как мы не можем противостоять прогрессу, но при этом, как, что нужно делать, что предпринимать родителям, чтобы сохранить ребенку здоровье, зрение, прошу вас, Владимир, ваши советы, ваши рекомендации. Спасибо большое. Ну, противостоять действительно очень сложно, потому что на сегодняшний день очень часто наблюдаешь такую картину, независимо от какого, независимо от возраста ребенка, родители, как всегда, заняты большинством дел, хозяйственных или рабочих дел, им гораздо проще вручить ребенку в руки компьютер, там, любого формата, это, будь это, там, телефон или планшет, или монитор, и посадить его, смотреть какой-нибудь мультфильм, допустим. Да, то есть, ну, это такая популярная, в общем-то, картинка везде, в метро и там, в те, ну, где-то в путешествиях, там, в самолетах, везде. Мы можем увидеть в поездах ребенка, который сидит и смотрит на планшете. Зачастую и дома, зачастую и дома, когда родителю хочется отдохнуть после напряженного дня. То есть, это стало такой игрушкой очень популярной, легко доступной и простой. То есть, достаточно, там, включить кнопку, поставить мультфильм, и ребенок отключен, там, на час, на два, на три. Но, на самом деле, все не так просто, потому что в тот момент, когда мы рассматриваем предмет вблизи, в глазу, так сказать, аппарат, глаза, который наводит на резкость, он совершает очень большую работу. И вследствие того, что нам приходится разглядывать предмет на близком расстоянии, идет значительная нагрузка на мышцы внутри глаза, управляющие этим аппаратом, скажем так, объективом, да? Вот, и я понимаю, там, инженеров в погоне за разрешением экрана, там, мониторы появляются высокой четкости, там, с большим количеством цветов, там, пикселей. Это их, как бы, инженерные соревнования. Но, к сожалению, наш глаз не приспособлен для этого. Мы с вами, разглядывая, там, природу, допустим, лес, там, траву, цветы, мы же не разглядываем с вами какие-то мелочи, да, там, пыль на цветах, или, там, дымку какую-то между кустами. А мониторы высокой четкости, они заставляют нас разглядывать такую детализацию происходящего на экране, что в глазу нагрузка вырастает несколько раз. И несколько таких клинических примеров, даже иногда дети, когда родители покупают им монитор, high definition, там, плазменную панель, они не могут смотреть на ней мультфильм, они через 10-15 минут, в общем-то, начинают плакать, там, тереть глаза, и все это проявляется как зрительная усталость. Вот. А, допустим, у бабушки, там, у которой телевизор электровакуумный, обычно электронно-училая трубка, там, не знаю, там, 640 линий, да, где нет такой четкости, он смотрит, там, допустим, мультфильм и совершенно спокойно. То есть, все это не есть хорошо, конечно, и мы на сегодняшний день не рекомендуем пользоваться компьютерами детям хотя бы до третьего класса, понимаете, потому что зрительный аппарат не приспособлен для таких нагрузок. Я прошу прощения, Владимир, ну, а как же быть? Ведь, вот вы говорите, не рекомендуете до третьего класса, но при этом жизнь такова, что ребенок фактически уже теперь уже не может не пользоваться им. Даже тот же 6-летний ребенок, 7-летний ребенок, и ведь экран монитора телефона, смартфона, это тоже экран. И у многих детей... Вот, а что делать? Ведь есть рекомендации не более 20 минут, не более 30 минут. Я прошу прощения, по-моему, вот сейчас звонит нам Виталий, и, по-моему, Виталий тоже пытается задать тот же вопрос. Виталий, прошу вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, собственно, вопрос у меня не один, а даже два, собственно, в продолжении вот вашей темы, значит, по поводу всяких гаджетов. Сейчас вроде бы у нас собираются переводить обучение с учебников тоже на электронные книги. Да. Если я ничего не путаю, конечно. Нет, не путаете. Как же тогда это коррелируется с вредом для глаз? Это первый вопрос. Это первый вопрос. Второй вопрос у меня немножко из другой области. Как быть с прививками? Лично я считаю, что прививки — это зло. Особенно те прививки, вот, непонятно, штаммов гриппа, которые сейчас всячески пытаются сделать нашим детям. Замечательно. Я не хочу делать этого. Замечательно. Но, тем не менее, в школе заставляют их делать. Я уже устал ругаться. Имею ли я право, как родитель, запретить однозначно делать своему ребенку вот всякие сомнительные прививки? Спасибо. Пожалуйста, спасибо вам за вопрос. Всего, да. Да, вопрос несколько не по кафере, но, тем не менее... Постараюсь, как-нибудь, да. Ну, на первый вопрос ответить проще, потому что дело в том, что разница между электронной книжкой и планшетом, она очень велика. Понимаете, электронная книга — это электронная вещь, которая имеет большую близость к бумаге и к напечатанному тексту на бумаге. Понимаете, а планшет, и в том числе электронная книга, которая на его основе создана, это совершенно другой монитор, который придает нам светящееся изображение с миллионами цветов и совершенно другим разрешением. Поэтому электронная книга на сегодняшний день не рассматривается как какой-то вред для глаза, а рассматривается просто как замена учебнику. То есть, есть бумага, есть текст, который не светится, а освещается обычной лампой. Также есть электронный носитель, который копирует эту бумагу. То есть, это можно напрямую сравнить с чтением книг. Другой вопрос, там какой будет использоваться текст и какой шрифт там по размеру, это уже другой вопрос, соответственно, возрасту ребенка. То есть, никто не заставляет ребенка в три года читать газету, допустим. Мы предлагаем какие-то картинки, игрушки и, соответственно, я думаю, что электронные книги будут копировать те же учебники, которые были, соответственно, в возрастном категории. А на второй вопрос, я, конечно, не инфекционист, это не в моем праве критиковать какие-то прививки, но по юридическому аспекту я так думаю, что если вы против чего-то и не даете согласия на инъекцию или манипуляцию какую-то медицинскую вашему ребенку, никто вам, наверное, делать не будет. У нас пока это все делается в добровольном, а не принудительном порядке. Другое дело касается там особо опасных каких-то инфекций, да, когда действительно нужно прививать, иначе может наступить заболевание там с угрозой там для жизни. Но это уже вопросы безопасности государства, я так думаю. Вопросы вакцинации, да, это достаточно большой вопрос, об этом много говорят, говорится, пишется и не первый уже год. Здесь есть сторонники, кто за, кто против, и мне, в частности, приходится выслушивать позицию врачей. И хочу отметить, заметить вот что. Я практически ни от одного врача не слышал возражений против прививок. И вот все в основном возражения относительно прививок, вот сколько мне приходилось слышать, это, скажем так, от родителей, от людей, кто к медицине отношений вообще-то не имеет. Да, надуманные такие. Да, поэтому я не буду высказывать свою точку зрения, свое отношение к вакцинации. Ну, это, наверное, сегодня это вопрос выбора, это право, вопрос права, собственно, каждого. Владимир, я не могу не задать вот какой вопрос, очень интересный вопрос. Сейчас набирает популярность, да уже набрало, не телевидение, а вот кинотеатры, это 3D-формат, да? Да. И здесь же он фактически, это определенное восприятие глазами, и есть вот такое мнение, что 3D-формат, он вреден для глаз, для головного мозга, потому как восприятие идет каким-то там образом, одним глазом, другим глазом. Вот вы могли бы здесь прокомментировать ваше отношение к 3D-формату телевидения? Ну, здесь, понимаете, я опять бы хотел закончить свою мысль на том, что это опять-таки все компьютеризированная графика, да? То есть мы, 3D-формат сам по себе, он для глаза никакого вреда не производится, если это все в кинотеатре на далеком расстоянии, потому что когда мы смотрим на дальнее расстояние, мы как бы глазом особо не напрягаемся. То есть аппарат зрительный, он отдыхает. Вот. Другое дело, что, ну как, мы можем, допустим, и театр отнести тоже к 3D-формату, если уже на то пошло. Там тоже двигаются фигуры в каком-то трехмерном пространстве. Другое дело, что, соответственно, возрасту какой и психики ребенка, какой-то ребенок может воспринимать этот 3D-формат, а какой-то нет. Вот. И, соответственно, остроте зрения, какой-то ребенок может понять, что это 3D-формат, а какой-то может этого и не увидеть. Потому что если мы говорим о детях, допустим, с какими-то проблемами органозрения, да, то некоторым 3D-формат, в общем-то, не будет доступен. Вот. Поэтому о конкретном каком-то вреде я пока нет таких изведений. Спасибо. Мы сейчас уходим на рекламную паузу и в скором времени вернемся к вам, уважаемые наши радиослушатели. Спасибо. Еще раз добрый вечер, уважаемые наши радиослушатели. Это радиофенам-ФМ. Мы на волне 99,6 в студии Александр Хачьян, ведущий программы «Револьвер». И наши гости Владимир Махмутов, доктор медицинских наук, Илья Сидоров, Европейский гимнастический центр. И Дмитрий Апыхтин, заместитель руководителя художественного, руководителя музыкального театра под руководством Геннадия Чихачева. И мы продолжаем наш диалог, наш разговор. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. И мы перейдем сейчас от 3D-формата, от проблем зрения с 3D-форматом, перейдем к театру, к детскому театру. В Москве существует достаточно много театров, детских театров. Их немало и по всей стране. И что дает театр ребенку? Что он в нем формирует? Ведь почему театр? Потому как... Почему вопрос про театр? Потому что, в принципе, достаточно много аттракционов, выставок и много всего, много всего прочего. Но театр — это нечто особое. Нечто особое. И почему это особое? Особенно, когда мы говорим о развитии детей, об этом мы просим рассказать Дмитрия. Прошу вас, Дмитрий, поделитесь. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Поэтому вам есть что сказать. Да, я вот сейчас внимательно слушал коллег. Медицина и спорт занимаются здоровьем тела. Театр занимается здоровьем души. Здоровье души не менее важно, потому что можно быть очень развитым физически, но совершенно быть неразвитым духовно. И пройти мимо какой-то несправедливости, какой-то жестокости, не обратить на это внимания. Очень часто родители забывают про это, к сожалению, а иногда наоборот. К сожалению, не забывают об этом и вспоминают об этом слишком рано. Вот здесь как раз я бы хотел поговорить о том, когда, с какого возраста стоит приучать ребенка к театру. Именно приучать, потому что, так же как занятия спортом, если ребенка не заинтересовать ими, да, в какой-то игровой форме не преподнести, то эти занятия будут ему ни к чему. В качестве примера могу привести и своей жизни случай, когда мой сын стал заниматься восточными единоборствами и параллельно заниматься игрой на фортепиано. Он походил где-то неделю на что-то типа айкидо, после чего придумал такую историю, что он не будет заниматься айкидой, это мешает гибкости его пальцев и мешает игре на фортепиано. Ну, как-то так сложилось, что он с детства был больше приучен именно к культурной стороне жизни, хотя я не отрицаю необходимость спорта. Человек должен быть здоровым, здоровым со всех сторон. Ну вот, когда родители забывают ребенка именно приучить к культурной стороне жизни, да, они не ходят там, ладно, в театр, даже там, в картинной галереи, да, в музее. И единственное развлечение — это кино. Потому что, ну, кино, оно доступно, да, не зря в свое время Владимир Ильич Ленин сказал, для всех искусств для нас важнейшим является кино. Не потому что оно важнейшее, а потому что оно общедоступное и через кино можно навязывать любую идеологию, что, собственно говоря, происходит. Театр, в принципе, требует несколько больших усилий духовных, больших усилий душевных. В последнее время стала проявляться такая вот тенденция, что ребенка чуть ли не с пеленок начинают не уже не приводить, а приносить в театр. Частенько к нам в театр звонят, интересуются. Скажите, вот у меня, мы уже прочитали Маугли, моему ребенку год и два месяца, он все понял, судя по реакции, на какой спектакль мы к вам можем прийти. Я начинаю отговаривать, не приводить ребенка на спектакль. В свое время еще Сергей Владимирович Образцов говорил, тот, кто введет ребенка в театр раньше пяти лет, совершает над ним преступление. На самом деле сейчас, конечно, в период, когда, в общем-то, развитие детей гораздо быстрее происходит, чем во времена Образцова, я бы этот возраст снизил до трех лет, но не меньше. И когда вот все, вот мама, вот она уже и стосковалась дома, она говорит, я в театр ходила сама с детства, не помню, когда меня там отвела моя мама, но я хочу уже своего там сына там год, там и два месяца, год, там и шесть месяцев уже отвезти в театр. Я обычно говорю в таких случаях, сводите в театр Дурова. Замечательный спектакль «Мышинная железная дорога». Это даже не спектакль, это представление. 15-минутное, ребенок будет доволен. Это уже театрализованное представление, это некое действо, которое происходит с животными, а не с какими-нибудь там непонятными дядями и тетями, которые одели на себя костюмы. И что они говорят, о чем, а уж тем более в музыкальном театре поют. То есть я правильно вас понимаю, Дмитрий, что театр, тот в классическом традиционном нашем понимании, он для детей начинается с трех лет, судя по тому, что вы сказали. Да. То есть с трех лет. И куда? Вот театры разные. Есть кукольные, есть драма, есть музыкальные. Вот куда идти? Прежде всего... В пять лет, в десять лет. Вот, прежде всего, ну давайте просто начнем, вот с чего начать, да? Вот если уж совсем не мется, как я и говорю, да, это театр зверей, это театр кошек Куклачева в Москве. Ну, в принципе, в любом городе есть какой-то выбор. В цирк, в конце концов, можно прийти в достаточно раннем возрасте, там много чего интересного может увидеть ребенок. Это тоже, в общем-то, театрализованное представление изначально. Есть такое мнение, и, в общем-то, многие родители считают, начинать надо с кукольного театра. Вот я с ним не соглашаюсь по одной причине. Это не то, чтобы вот категорически нет. Есть дети, которые с удовольствием придут на кукольное представление. У меня есть взрослые знакомые, которые, когда впервые попали в кукольный театр, потом их долго родители не могли вообще ни в какой театр отвезти. Они просто испугались этих двигающихся кукол, и у них вот это вот ощущение, они до сих пор боятся кукол. Хотя им там сейчас уже по 40, кому-то по 50 лет, они вспоминают со страхом это свое первое посещение театра. Это неправильно. Ребенок должен ощущать какой-то праздник, когда что-то впервые происходит в жизни с ним. Я бы посоветовал какие-то... Ну, прежде всего, присмотреться к своему ребенку, посмотреть вообще даже вплоть до того, какие сказки ему нравятся. Все-таки родители читают наверняка. Какие игрушки, как он с ними играет. Насколько вот ему какие-то мультфильмы определенные. Все равно мультики смотрят там, начиная с года, а то и раньше. И тут уже родитель должен сам для себя выбрать, какой жанр театра для его ребенка подходит больше. Потому что, скажем, я сейчас работаю в музыкальном театре, и я считаю, что музыкальный театр — это универсальный. Да, универсальный вид искусства, там много всего интересного. Но в детстве я терпеть не мог музыкальный театр. То есть, когда меня пытались привести там в 3-4 года в спектакль, где поют, я сидел и скучал. Опять-таки, возвращаясь к своему сыну, когда он впервые попал в драматический театр в возрасте 6 лет, значит, минут через 20 после начала спектакля, он мне так повернулся, говорит, когда театр начнется, почему не поют тут вообще? Что-то ходят, только разговаривают. Тоже небольшой перегиб, но это уже связано, скажем так, с воспитанием. На самом деле, мне кажется, очень хороший пример, совсем недавний, я буквально на днях узнал, это у датчан есть такая практика у оркестров, датских классических оркестров, которые играют Баха, Моцарта, Бетховена. Они устраивают концерты для детей, причем то, что называется дошкольного возраста. Но они устраивают их визуализации музыки. То есть на огромные экраны они транслируют нечто вроде каких-то образов, иногда даже это мультфильмы, и при этом звучит Бах. И я вот посмотрел целый сюжет про это, и просто дети, которые с увлечением, они не только увлечены тем, что происходит на экране, вот какое-то движение, но они при этом все в музыке, и эта музыка на них воздействует. Что касается как раз первого похода в театр, как раз музыкальный театр, он является уже такой визуализацией для любого ребенка. Тут уже образы не просто какие-то абстрактные, вот как делают датчане на своих концертах классической музыки, оркестры датские. Это уже сюжет, уже какой-то складываются некие взаимоотношения на сцене, да, ребенка это может заинтересовать. И здесь ни в коем случае нельзя думать, что у меня самый гениальный ребенок. Нет, думать об этом надо, там у меня ребенок самый гениальный, вот он и Гамлета поймет в три года, но вести его надо на что-нибудь типа сказки Теремок, Колобок, то есть простая, самая, вот элементарная по сюжету сказка. При этом обязательно перед тем, как пойти в театр, с ребенком надо эту сказку прочитать, обсудить, кто здесь хороший, кто плохой, кто сделал так, кто сделал не так. И только после этого идти в театр с ребенком, чтобы во время спектакля ребенок не начал задавать, «Мам, это кто?» Там такие вот вопросы. А мы это, в общем-то, наблюдаем у нас в театре, и в других театрах я это наблюдаю постоянно. Как только открывается занавес, количество вопросов юных гениев, которые могут и Гамлета понять, возрастает просто, ну не то, что возрастает, оно начинает сыпаться. И когда вот очень жалко тех детей, которые пришли подготовленные, потому что они уже хотят быть в действии, а ребенок, не подготовленный к посещению театра, мешает, ему тоже надо понять, его тоже все понятно, что если он что-то не понял, недопонял, то ребенок, он так устроен, он сразу задает вопрос. И задает кому? Конечно, тому, кто ближе, кто родной, своей маме, папе, бабушке. А вот скажите, пожалуйста, Дмитрий, я прошу прощения, перебиваю, бываю в театрах и в детских, очень часто я вот для себя отмечаю, я не вижу того количества букетов, цветов, какое было раньше, может быть, я раньше был не столь внимательным, но вот что нужно, вот театр, что это для ребенка, это просто прийти в театр, и все, либо это какой-то мир, как-то нужно ребенка готовить, те же цветы, вот в частности, нужно ли приходить, святая. Знаете, вообще, поход в театр, да, вот, мне очень понравился термин Ильи, семейный тимбилдинг, то есть это действительно вообще надо делать именно на этом уровне, то есть идти всей семьей, не то, что там папу в ссылку послали, да, там сегодня ты ведешь ребенка в театр, вот, или там мама, там, или бабушка отбывают трудовую повинность. Весь вообще выход в театр можно обустроить как праздник, и мне кажется, что это и должно быть обустроено как праздник. Эти цветы здесь играют не последнюю роль. Во-первых, надо сначала обсудить с ребенком, в какой театр мы пойдем, причем серьезно. Родитель любой, уже выбрав, сделав выбор, он знает своего ребенка настолько, что он сможет манипулировать им, ну, в хорошем смысле, да, и подвести к тому выбору, который сделал родитель. Но это будет выбор ребенка, он будет осознавать, что он выбрал этот театр. Вы знаете, Дмитрий, по-моему, вам либо возразить, либо согласиться хочет с вами наш радиослушатель. Мария, Мария, прошу вас, ваш вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Добрый вечер, точнее. Вы знаете, у меня вот своих детей пока нет, но я уже задумываюсь об этом. То есть я, прихожан, например, в гости к подруге, у которой они есть. И они, как я выяснила тут с ужасом, они абсолютно не смотрят хорошие, не то, что советские, они даже российские мультики не смотрят. Вот они смотрят каких-то там, даже не покемонов, а какие-то страшные, зарубежные, непонятные, там, монстры, чудовища, еще что-то. Вот что сделать? Как привить ребенку любовь к нашему, к нашим хорошим, добрым, старым мультикам? А сколько детям лет уже? Им там двое детей, одному пять лет, а второй уже второй там, или третий, что ли, класс. Дело в том, что когда второй, третий класс, это уже почти невероятно. Какие ужасные вещи вы говорите. Ну, тут ситуация такая, что вкус, в том числе, ну, вот нормальный вкус, он складывается в первые пять лет. Ну, это прям как со спортом, как с футболом. В одиннадцать лет, и все, нельзя. А Пиле вот взял, в шестнадцать лет стал заниматься, и на нем говорят. Со спортом, со спортом, знаете, Александр, все-таки проще в этом смысле. Здесь, опять-таки, можно развивать свое тело в любой момент своей жизни и начать развивать свое тело. Да, есть люди, которые начинали качаться и заниматься там бодибилдингом там в 20-30 лет, да, и, в общем-то, они, конечно, вершин не достигали, но делали что-то хорошее. С тонусом все было в порядке. А с душой и вообще со вкусом, да, это очень большие проблемы. Прежде всего, надо ограничить детей от того, что родителю не нравится принципиально самому, потому что любой родитель хочет так или иначе все равно сделать из своего ребенка то, чего не достиг сам, на самом деле. Не себя скопировать, а сделать лучше. Вот у всех были мечтания, да, и я уверен, что ни один нормальный, здравомыслящий человек не мечтал в своей жизни смотреть там этих покемонов, монстров и так далее по жизни только их, да, и не наслаждаться там классикой литературы, не наслаждаться действительно хорошим, качественным, извините, культурным продуктом, да, ну, сейчас этот термин такой применяется, да, но на самом деле он отражает действительность. И, соответственно, начинать надо просто с самого раннего детства. Если, ну, вот я не представляю себе бабушку, которая пела бы какую-нибудь колыбельную там с элементами, я не знаю, хэви металла, да, своему внуку. Я не представляю себе маму, которая там двухлетнему ребенку стала бы читать, ну, Хичкока, да, на ночь. А почему мультики должны ставиться именно такого плана там, ну, есть японские аниме, в принципе, очень неплохие, которые можно посмотреть, но, уважаемые родители, давайте сначала посмотрите эти мультфильмы сами, прежде чем поставить их ребенку. Иногда можно под обложкой русалочки получить, уж извините, ну, откровенное, я даже не буду произносить этого слова, но то, что вы потом не ответите ни на один вопрос вашего ребенка. Оно вам надо? Прежде чем что-то, то есть, прежде чем что-то ребенку давать, тем более для самостоятельного использования, для самостоятельного просмотра, ознакомьтесь с этим. Вот мой совет. В пять лет еще можно что-то сделать, то есть надо как-то потихонечку выводить на более хорошие мультфильмы. Кстати, тут хорошо, когда два ребенка в семье, потому что, если младший начнет переходить на что-то более качественное, да, и более, ему как раз это проще будет дать. Взрослый потянется, более старший. Я прошу прощения, наше время уже подходит к, так сказать, к финалу наш эфир сегодняшний. И, в принципе, я вот прошу очень коротко, у нас буквально одна минута времени высказать свое мнение здесь и вас, Владимир, и вас, Илья, очень коротко. Ведь запретами, ведь мы не можем просто запретить детям смотреть, да? Нет, не надо запрещать, надо предлагать ребенку. То есть, вот я думаю создавать среду самому, формировать эту среду. Семейную. Семейную. Да, прошу вас, Владимир, у нас буквально несколько секунд. Подытоживая, я хотел бы сказать, что всем пожелать здоровья и сказать, что если ваш ребенок с утра будет посещать школу, потом идти в спортивную секцию, а вечером в театр, думаю, что у него со зрением будет все в порядке. Это про зрение. Спасибо, Илья. Знаете, вот у нас, может быть, у нашего поколения осталось еще некое доверие к телевидению, да? И, может быть, вот эта проблема, что дети смотрят какие-то мультфильмы, оно связано с тем, что вот включен какой-то канал, там идет мультфильм и вроде как подразумевается, что он, может быть, и неплохой, да? Надо очень осторожно, в общем, к этому относиться и тут, ну, должна быть работа родителей. Спасибо. Спасибо большое, Илья. Спасибо вам, радиослушатели. Спасибо. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров,